Привет, мои дорогие! Сейчас хочу рассказать о такой теории, я не знаю, я вот ее только сейчас услышала, может это уже старая теория, а может это новая теория. Она прям называется так РСП, разведенка с прицепом. Это о женщинах, разведенных с детьми, что типа якобы такие, они самые страшные, они притягивают там к себе мужчину, приучивают к себе, а потом начинают тянуть на своего ребенка и на себя подарки. Для этого они типа вот все это заморочились и вот, блядь, даже, наверное, развелась для того, чтобы вытянуть подарки. И вот давай тянуть подарки. Слушайте, дорогие мужчины, я понимаю, всякой хрени в интернете много и всяких теорий много, но поверьте, не только разведенке с этим прицепом нужно носить подарки. Если вы хотите, хотите встречаться с девушкой, сколько ей там бы не было, 17 или там 50, слушайте, ну как бы принято, да, принято что-то принести. Тем более, если вы претесь к разведенке с прицепом, она наверняка уже имеет квартиру, наверняка вам не надо будет снимать где-то отель, за который надо будет платить, как это надо будет делать 17-летний или еще там что-нибудь. Вы претесь к ней, у нее всегда жрать наварено, постели постиранные, свеженькие. Что у меня там с собаки скулят? И еще у нее ребенок, да, ну вот и несите. Если вы сходите к проститутке, ну проститутка стоит 50 евро, ну туда надо заплатить. А тут тоже как бы что-нибудь надо было бы. Вот знаете, у меня сын, ему 18 лет, у него девочка 17 лет. Он ее тоже все время носит. Знаете, есть такая вот теория, что как бы... Что это там? То ли птицы, то ли псы. А есть такая теория, что приматы почему стали ходить на задних ногах? Для того, чтобы самочке все время что-то в руках носить. Чтобы самочка за что-то вкусненькое или красивенькое, блестящее, дала что-нибудь мягенькое и влажное. И вот, так что ваша теория как бы неверна. И вот и 17-летний надо нести, и разведенки с прицепом тоже надо как бы нести. Не хотите носить? Ну вот сами себя удовлетворяйте. А не можете себе позволить? Да идите работайте. Вот это вот на эту тему. Да, и меньше хрени в интернете. Слушайте, я вот недавно, вчера или позавчера, что-то там выскочило мне. И парень вот со свинским рылом рассказывал парням о том, как нужно унижать женщин, чтобы показать, какой альфа-самец. Вот там было про то, что альфа-самец. Вы знаете, вот альфа-самец это вот вожак стаи, вожак волков, лев. Вы знаете, он не унижает своих львиц, поверьте мне. Львицы сами к нему идут. А если вы учитесь унижать, если вы альфа-осел и учитесь быть альфа-самцом, ну извините, вот, блядь, будет с вас альфа-осел и все равно в любом случае. Научитесь вы унижать женщин или не научитесь. Так что, знаете, там информации много, фильтруйте. И действительно, которая вам пригодится, то оставляйте. Ну, а с другой стороны, как же вы узнаете, какая информация хорошая или плохая? Пробуйте все. Вот что не поехало, то вот выбрасывайте. А что прокатило, вот на том и останавливайтесь. Всех люблю. Пока.